Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных людей, художников, скульпторов Агюст Рафе, полное имя Дени Агюст Мари Рафе, французский рисовальщик, литограф, аквафортист и живописец, французский художник, иллюстратор, баталист и униформист. Родился 2 марта 1804 года в Париже. Племянник бригадного генерала Николая Рафе, революционера его начальника, заработавшего свой генеральский чин на площадях Парижа вечного соперника Франсуа Анриу за должность командующего национальной гвардией. В юном возрасте Рафе был учеником врача, но увлекся рисунком, стал посещать вечерние художественные занятия. Сперва он занимался росписью по фарфору, поступил художником в Север, это северская фарфоровая мануфактура. По производству изделий из фарфора расположено в Севере, в Севере-юго-западное предместе Парижа. Затем решил заняться больше живописью. Практиковался в парижской частной академии Сюиса, где преподавание как такового не велось. Однако за умеренную плату начинающие художники могли воспользоваться помещением и услугами натурщиков. Затем Рафе обучался в Национальной высшей школе изящных искусств. После этого учился у художника в Гро и Шарле и надеялся выиграть римскую премию. А когда этого не удалось, сосредоточился на гравюре и литографии. Став профессиональным художником в эпоху правления Луи Филиппа, лояльно относящегося к Наполеону, Рафе посвящает свои работы битвам и походам наполеоновской армии, славе императорской Гевардии, несгибаемости и ее прославленных коренадюр. Я пользуюсь википедией и теми данными, которые мне удалось найти в интернете. Как художник Рафе внезначительный вклад в формирование наполеоновской легенды. И его работы до сих пор широко используются при оформлении соответствующих книг. Он превосходно воспроизводил солдатские типы, характер, умел составлять из своих персонажей оживленные группы, изображать движение целых масс войск, стремительность атак при сражении. Многочисленные произведения Рафе, в которых он выводит на сцену сначала наполеоновских солдат, а потом современных военных, доставили ему громкую известность. Он считался одним из лучших французских баталистов. В 1832-м сопровождал французское войско в бельгийском походе, увековечил в главном эпизоде осады Антверпена в 24-х литографиях, прекрасно нарисованных, полных жизни и верных со стратегической точки зрения. Кроме сюжетов баталий, он отлично рисовал карикатуры и иллюстрации к литературным произведениям. В 1837-м участвовал в научной экспедиции в Россию под руководством князя Анатолия Демидова вместе с 22-мя французскими учеными, писателями и художниками, включая Луи Агюста Ди Сайнсона и критика Жюля Жанетта. Как художник и иллюстратор Рафе создал гравюры для знаменитых исторических работ Тьера, путеводителей по российским и европейским городам, изданных герцогами Демидовым, Сан Доната и ряда других изданий. Скончался в возрасте 55 лет 16 февраля 1860 года в Генуе. Тело было вывезено в Париж и похоронено на кладбище Монпарнас. Именем художником в Париже названа улица. Ну вот так вкратце по небольшим данным, которым мне удалось найти, о Агюсте Рафе, французском рисовальщике, живописцев, художнике, иллюстраторе, баталий, униформисте, литографе. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Узнали что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова